Вадим Зеланд. Чет Сарна. Живая кухня. Транссерфинг обновления. Существует реальный способ сбросить секундомер на ноль и заново пустить стрелку. Возвратиться к тому уровню здоровья, который был у вас, скажем, в 14 лет, а то и достичь лучшего. Реально поднять жизненный тонус и творческий потенциал на целый порядок выше, безо всяких тренировок и прочих манипуляций над душой и телом. Продлить свой активный и творческий расцвет. А надвигающийся закат, как это бывает после 40 лет, когда работодателям, а также противоположному полу вы уже неинтересны, отодвинуть на неопределенный срок. Для этого потребуется превратить мертвую кухню в живую. Из этой книги вы узнаете, в чем заключается ущербность общепринятых стереотипов питания и как их можно взломать. Питание живой пищей отразится не только на вашем интеллекте и жизненном тонусе, но и, конечно же, на внешности, что всегда весьма впечатляет. Живая кухня. Не путать с вегетарианством. Это система питания людей третьего тысячелетия, цивилизации новой волны. Добро пожаловать в элитный клуб. Вадим Зеланд. Часть 1. Живая кухня. Что-то здесь не так. Сейчас всем, как женщинам, так и мужчинам, как молодым, так и не очень, хочется быть здоровыми, стройными, красивыми, успешными. А в современном обществе это естественное желание к тому же искусственно разжигается, поскольку повсюду с экранов телевизоров и обложек глянцевых журналов, нам настойчиво навязывают эталоны красоты и успеха. Однако за звездами не угонишься, не каждому дано с рождения таланты, здоровье и модельная внешность. Да и некогда собой заниматься, рутина засасывает. Работа, быт, снова работа, круговерть. Не успеешь оглянуться, вот и золотые годы пролетели, в какой-то спешке, в погоне за чем-то, в ожидании чего-то. Совсем недавно казалось, что все еще впереди, еще можно многого достичь и все еще успеется. Но на самом деле годы проходят, в сущности бездарно, бестолково, пусто. И безвозвратно уходит молодость. Как-то неожиданно наступает время, когда, созерцая храм своей души, приходится с грустью констатировать, здравствуй, пивной живот. Или здравствуй, целлюлит. Неужели это все? И осталось лишь смириться и доживать отведенный срок. Но и для тех, кто еще в самом расцвете, все не так радужно. Молодой организм до поры до времени, пока у него еще много ресурсов, не доставляет особого беспокойства. Он способен нормально ходить, и даже иногда бегать, водить машину, двигать руками и ногами, раскрывать и закрывать рот, совершать колебательные движения в постели, удовлетворять простейшие потребности, отправлять естественные надобности, в общем вести себя вполне адекватно. Но стоит поместить такой средний организм в сколь-нибудь экстремальные условия, как он тут же скисает и начинает звать маму. Почему после стандартного завтрака из белого хлеба с маслом и колбасой, яичницы и кофе с молоком так тяжко? А после стандартного обеда почему так в сон клонят? А после работы не хочется ничего, кроме как плюхнуться на диван перед телевизором. А вы не задумывались, почему, как принято считать, для того, чтобы достичь хорошей спортивной формы, нужно долго и упорно тренироваться? Отчего все дикие звери обладают великолепным физическим развитием с раннего детства и пребывают в бодрости и здравии практически всю свою жизнь, а человек влачит жалкое существование, то и дело скитаясь по больницам и аптекам. Все, и здоровье, и красота, и молодость, действительно очень скоро кончается. Даже звезды, блиставшие когда-то с экранов и обложек, буквально на глазах улетают. В отличие от вечеринки или праздника, которые могут повторяться снова и снова, жизнь начинается и проходит всего один раз. Как-то странно и грустно все это. Такая прекрасная штука, жизнь, и такая, в сущности, нелепая. Но может быть, здесь что-то не так, что-то упущено, скрыто. Ответ утвердительный. Существует реальный способ сбросить секундомер на ноль и заново пустить стрелку. Представьте себя, несущегося с воплями по коридору школы, и себя поднимающегося по лестнице с одышкой, сердцебиением и тяжестью в животе. Так вот, многое действительно можно вернуть. Не угодно ли возвратиться к тому уровню здоровья, который было у вас, скажем, в 14 лет, а то и достичь лучшего. Обновить, улучшить внешний вид, продлить свой активный и творческий расцвет. А надвигающийся закат, как это бывает после 40 лет, когда работодателям, а также противоположному полу вы уже неинтересны, отодвинуть на неопределенный срок. Для тех же, у кого этот расцвет пока еще длится, есть способ реально поднять жизненный тонус и творческий потенциал на целый порядок выше, безо всяких тренировок и прочих манипуляций над душой и телом. Дело в том, что качество жизни меняется кардинально, если перестроить всего лишь одну составляющую пищу. Это действительно фундаментальная, отправная точка, поскольку от того, что входит в человека непосредственно, зависит едва ли не все остальное. Речь пойдет не о диетах, биодобавках и прочих увлечениях современной моды, а о принципиально ином способе питания. Из этой книги вы узнаете, в чем заключается ущербность общепринятых стереотипов, и как их можно взломать. Механика старения Мы с вами, не только светящиеся существа, излучающие энергию. В своей материальной основе мы своего рода капли одушевленной воды. Старый человек представляет собой и сушеную каплю, если, конечно, он не заплыл жиром. Организм стареет, когда вода покидает его клетки. А почему она их покидает? Одна из причин в том, что воду, вслед за энергией, высасывают из клеток свободные радикалы, как насосом. Наверное, многие слышали о свободных радикалах, и об антиоксидантах, но скорее всего смутно представляют, что это такое. Так вот, свободные радикалы, это молекулы-вампиры, они положительно заряженные, неполноценные и зверски голодные, поскольку им не достает свободного электрона. Эти вампиры ищут, где бы урвать свободный электрон. А вырывают они его из беззащитной клетки. В результате клетка теряет энергию, жизненную силу, со всеми вытекающими последствиями. Свободные радикалы, одна из главных причин старения организма. Антиоксиданты, это напротив, отрицательно заряженные молекулы, которые несут свободный электрон. Такие молекулы, доноры, они нейтрализуют свободные радикалы. С процессом старения все обстоит достаточно просто. Ваша внешность есть отражение вашего здоровья. А молоды вы настолько, насколько еще держится заряд в ваших аккумуляторах, клетках. Здоровье напрямую зависит от частоты организма. Частота организма зависит от того, чем и как вы его питаете. Заряд клеток, или, другими словами, их живость, также напрямую зависит от степени живости вашего питания. Живые вода, воздух и пища, это антиоксиданты. Мертвая вода, воздух и пища, это свободные радикалы. Первые подзаряжают клетки, омолаживают организм, вторые этот заряд отнимают и ускоряют процесс старения. Вот главное, что нужно знать. Истина всегда незамысловата и лежит на поверхности. Как говорил Козьма Прутков, то, что просто, всем понятно, а то, что сложно, никому не нужно. Привычный рацион среднестатистического человека состоит из продуктов, приготовленных на огне, это мертвая пища. Живая пища, напротив, та, что не подвергалась тепловой обработке. Аналогично с водой и воздухом. То, чем обычный человек дышит и что он пьет, мертвая. И не только лишь по причине загрязнения окружающей среды, о котором известно всем. Скажем так. Мы знаем лишь то, что положено знать послушному элементу системы. О многих других жизненно важных вещах нам просто не рассказывают. Все, рожденное натуральной живой природой, при соприкосновении с техногенной цивилизацией подвергается кардинальным, хоть и не всегда заметным, изменениям. О том, что происходит с живой водой и живым воздухом в техносфере, подробнее изложено в книге «Апокрифический транссерфинг». Оттуда вы узнаете, что не удаляются из воды никакими фильтрами. Действительно ли нужны человеку минералы, растворенные в воде? Какую воду нужно пить, чтобы выжить в техногенной среде? Почему воздух в помещениях намного токсичнее, чем на городских улицах, и что с этим можно сделать? А также многое другое. В данной книге мы ограничимся только обсуждением продуктов питания. В природе никто, кроме человека, не готовит себе еду на огне. Вареная пища способна лишь поддерживать существование. И это не достижение человеческого разума, а его фатальная ошибка. В вареной и консервированной пище практически все полезные вещества превращаются в неорганические, мертвые. Органические вещества отличаются от неорганических на квантовом уровне. Усваиваются только органические вещества, содержащиеся в живых, не вареных. Растениях. Вы можете принимать химические препараты, сосать гвозди, есть глину, лизать какие-то солевые породы, пить минерализованную воду, все это бессмысленно, можно лишь отравиться, но что-то приобрести, никогда. Растения, в отличие от нас, способны не только аккумулировать химическую неорганику из окружающей среды, но и преобразовывать ее в форму, приемлемую для животных организмов. Наблюдается странная картина. Люди прилежно соблюдают наружную гигиену, а о внутренней мало кто задумывается. Между тем, в теле обычного человека находится целый склад мусора, его не видать, но по весу наберется несколько, бывает, лет, десятков, килограммов. Выделительные системы не успевают справляться с отходами, и организм вынужден рассовывать всю эту грязь куда только возможно. В результате тело начинает очень быстро засоряться и походить на старую сантехнику, которую никогда не чистили. Резервы у организма огромны, поэтому человек иногда умудряется продержаться до 70, а то и более лет. Однако всему приходит конец. Уже находясь на середине жизненного пути, все люди начинают испытывать последствия зашлакованности. Болезни, избыточный вес, вялость, да и вообще, силы уже не те и все не так, как было раньше, в юности. Все дело в том, что биополе очень чутко реагирует на засорение канализации. Чакры закупориваются, энергетические каналы сужаются, поток энергии превращается в слабый ручеек, что приводит к потере жизненной силы. Главной, если не единственной, причиной дефицита свободной энергии является прозаическая зашлакованность организма. Тело обычного человека сохраняет в себе частицы погибших клеток, белковую и жировую массу, ею захламлены межклеточные пространства и буквально нафаршированы лимфатические и кровеносные сосуды. Этот мусор мешает нормальному функционированию всех систем, он препятствует общению клеток, снижая силу электрических сигналов, передаваемых ими друг другу. Ослабление энергетики, в свою очередь, влечет за собой патологические нарушения в физическом теле. Получается замкнутый порочный круг. Существует один фундаментальный принцип, истинност которого, в силу его простоты и очевидности, не может быть подвергнуто сомнению, живой организм должен получать живую пищу. Значение этого принципа впервые отметил доктор Фрэнк Паттенджер, который еще в начале 20 века провел один обстоятельный эксперимент. В течение 10 лет он кормил одну группу кошек сырыми продуктами, и все они сохраняли хорошее здоровье и выносливость. Вторая группа получала вареную пищу, в результате чего у животных развелись все человеческие болезни. Пневмония, параличий, выпадение зубов, ялость, нервозность и так далее, то есть пострадали практически все системы организма. Котята в первом поколении родились слабыми и больными, во втором было много мертворожденных, а в следующем поколении кошки стали страдать бесплодием. Еще более шокирующий пример на людях. В советское время в некоторых областях России среди колхозников была заведена такая практика. Утром они уходили в поле на весь день, а возвращались только вечером, и если дома никого не оставалось, они с утра ставили котелок с кашей и борщом в нагретую печку, чтобы к приходу все было сразу горячим. Там, где было так заведено, люди жили очень недолго и рано умирали по непонятным причинам. Причина, однако, вполне очевидна. С каждым новым подогревом пища становится еще более мертвой. Еще один важный вывод сделал доктор Эдвард Хоуэлл, один из основоположников системы естественного оздоровления, его открытие состояло в том, что главным компонентом, отличающим сырую пищу от той, которая прошла кулинарную обработку, являются ферменты, энзимы. Он установил, что эти единицы измерения жизненной энергии разрушаются при температуре выше 41 градуса. Почему же он дал им такое высокое звание «Единицы измерения жизненной энергии»? Ферменты, это вещества, которые делают жизнь возможной. Они необходимы в любой химической реакции, протекающей в нашем организме. Без ферментов вообще бы не было никакой активной деятельности в живом теле. Это рабочие, которые выстраивают организм подобно тому, как строители возводят дома. Питательные вещества, витамины, минералы являются лишь строительным материалом. Все движение настройки обеспечивается именно ферментами. Причем они служат не просто инертными катализаторами, ускоряющими химические реакции. Как выяснилось, в процессе своего действия ферменты дают определенное излучение, чего не скажешь о катализаторах. Ферменты состоят из белковых транспортировщиков, заряженных энергией, как в электрической батарейке. Откуда наш организм берет ферменты? По всей видимости, мы наследуем определенный ферментный потенциал при рождении. Этот ограниченный запас энергии рассчитан на всю жизнь. Это все равно, что получить определенный стартовый капитал. Если его только тратить, наступит банкротство. Точно так же, чем быстрее вы израсходуете энергию ферментов, тем скорее истощится жизненная сила. Когда вы достигаете такого момента, при котором ваш организм больше не способен производить ферменты, ваша жизнь заканчивается. Батарейка садится. Употребляя пищу, подвергшуюся тепловой обработке, люди беспечно растрачивают свой ограниченный запас ферментов. Как считает доктор Эдвард Хоуэлл, это является одной из основных причин всех болезней, преждевременного старения и ранней смерти. Сырые продукты содержат свои ферменты, которые позволяют осуществлять ауториз. Пища усваивается легко, потому что главным образом варится сама в собственном соку. Но, если вы едите приготовленную пищу, лишенную ферментов, организм вынужден отвлекать свои резервы для ее переваривания. Вот это и ведет к уменьшению ограниченного ферментного потенциала. Представьте, что вы решили затеять в своем доме капитальный ремонт. Есть два варианта развития событий. В первом случае вам завезли необходимые материалы, свалили все в кучу и уехали. Вам пришлось самим браться за дело и потратить очень много сил и времени, чтобы выполнить всю эту тяжелую работу. Во втором случае вместе с материалами приехали строители и сами же все сделали, а вы в это время отдыхали и занимались собой. Именно такая разница существует между питанием обработанной пищей и употреблением сырой. Когда человек ест вареные продукты, все жизненные силы направляются на трудоемкое дело переваривания. Ферменты, эти рабочие, которые должны быть заняты своими прямыми обязанностями, очищением и восстановлением живых тканей, вынуждены все оставить и выполнять несвойственную для них работу. Им больше некогда заниматься организмом, и он приходит в запустение. Вы можете себе представить такую ситуацию, когда люди вдруг перестали ходить и сидеть спокойно, а принялись носиться как ошалелые, несмотря на страшную усталость. Точно так же различаются режимы работы организма сыроеда и обычного человека, один спокойно прогуливается, а другой бежит вечный марафон, пока не упадет в бессилие. Еще одна причина старения известна как лимит Хайфлика. Американский ученый Леонард Хайфлик открыл, что клетки организма могут делиться только ограниченное число раз, около 50, после чего просто умирают. Лимит Хайфлика зависит от теломер, концевых участков ДНК. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются. После определенного количества таких делений теломеры уменьшаются до предела, после которого дальнейшее деление невозможно, клетка умирает. Но это еще не все. Главный вывод, к которому пришли в ходе многочисленных экспериментов, состоит в том, что основной причиной уменьшения длины теломер, помимо деления клеток, является воздействие свободных радикалов. Другими словами, организм не успевает прожить положенный ему срок, потому что человек с рождения целенаправленно убивает себя мертвой пищей. Итак, подведем итог. Организм человека подобен батарейке, живет до тех пор, пока заряд не иссякнет. Когда вы питаетесь пищей, прошедшей тепловую обработку, заряд расходуется очень быстро. Но если в ваш рацион входит только живая пища, батарейка почти не садится. Представьте, что у вас есть фонарик, который вы очень редко включаете, батарейку можно не менять годами. А если он у вас горит постоянно, сами знаете, что надо делать с таким же постоянством. Вот только вашу личную батарейку заменить невозможно, она сядет, а вы тихо погаснете. А ведь можно вернуть прежнюю бодрость и даже обрести такое здоровье, какого у вас никогда не бывало. Но для этого потребуется превратить мертвую кухню в живую. Что у вас там, плиты, кастрюля, сковородки. Если вы захотите взломать время и перевернуть песочные часы своей жизни, то скоро все эти приспособления для умерщвления продуктов исчезнут с вашей кухни. Скрытая угроза Вовсе не обязательно становиться апологетом здорового образа жизни и доходить до абсурда в педантичном следовании каким-то принципам. Но главные правила здорового питания лучше соблюдать, иначе тело доставит вам массу неприятностей. Главным источником мусора для организма служит смешение в один прием не сочетающихся друг с другом продуктов, в результате чего они не перевариваются, а просто гниют. Как альтернатива, существует один очень хороший принцип. Раздельное питание. Вы наверняка слышали об этом. Принцип заключается в том, чтобы не смешивать в желудке не сочетающиеся продукты. Например, сладкое и фрукты есть отдельно, не менее чем за полчаса до основной еды, не смешивать белки с углеводами, и так далее. Литературу о правильном питании при желании можно найти. Например, книги Майи Гагулан. Не обязательно придерживаться жестких правил, но грубых нарушений делать не стоит. Раздельное питание намного облегчит жизнь вашему телу, а значит, у вас появится масса свободной энергии на другие дела. Ну и, конечно, раздельное питание является единственным действенным способом избавления от избыточного веса. Любой другой способ даст только временное незначительное улучшение, не говоря уже о побочных эффектах. Второй источник мусора, продукты из белой муки, кулинария, доведенная до абсурда. Все ценное, что есть в зернах, находится в зародыше и оболочке. Белая мука высшего сорта получается путем очистки зерна пшеницы от оболочки и зародыше. Таким образом, все ценное удаляется, а остается лишь мертвая часть, состоящая в основном из крахмала. Эта безжизненная часть зерна предусмотрена природой как строительный материал, своего рода бочка с жиром для зародыша. Питаться изделиями из белой муки высшего сорта, это все равно, что купить в магазине крахмал и наворачивать его ложкой за обедом. Печень засоряется мазутообразной массой, крахмал оседает в организме в виде слизи, стенки кишок забиваются налетом. Глаза они видят, как это происходит, зато они видят, как соблазнительно смотрятся продукты из белой муки. Самый полезный хлеб, зерновой, бездрожжевый, из муки грубого помола. Чем выше сорт муки, тем выше ее вредность и тем ниже ценность для организма. Третий источник мусора, это вообще все продукты, которые подвергались тепловой и другой обработке. Например, в соках, которые вы покупаете в магазине, остается мало чего полезного, даже если они стопроцентные. Заметьте, эти соки вырабатывают из концентрированных соков. А как получаются концентрированные? Обработкой, упариванием. Потом в них еще добавляют искусственные витамины. Спрашивается, зачем добавлять витамины в продукт, который должен их содержать по определению? Да потому что после обработки витаминов там уже просто нет. Полезны только свежевыжатые соки, которые вы получаете сами, с помощью соковыжималки. Живые соки также содержат органическую, живую воду. Вода, которая течет из крана, мертвая. Это просто химическое вещество, которое плохо усваивается клетками организма. А большинство копченых изделий, знаете как производится. Вовсе не обязательно традиционным способом, который еще более-менее приемлем. Чаще всего изделия вымачивают в канцерогенном растворе типа жидкий дым, а затем подвергают термической обработке. Вообще, в продуктах, подвергшихся тепловой обработке, не только уничтожаются почти все витамины и микроэлементы, но и образуются канцерогенные вещества, яды. Четвертый источник, продукты, содержащие гидрогенизированные жиры, или как их еще называют, трансжиры. Это прежде всего маргарин, спрет, кулинарный жир, рафинированное растительное масло, сливочное масло жирностью меньше 82%, топленое масло на основе растительных компонентов, миксы, а также майонезы и кетчупы. Получают трансжиры путем химической и термической обработки рафинированного растительного масла, которое в свою очередь делается так. Для того чтобы извлечь все масло из жмыха, оставшегося после первого отжима, применяют химические растворители, например, гексан, подобный бензину. Растворители из этой жуткой смеси затем выпаривают, в результате чего получается то, что привычно стоит на полках магазинов. Этот продукт якобы питание широко рекламируется и выдается за очищенное масло, которое, дескать, полезно без холестерина и т.д. На самом деле, растительный холестерин необходим организму, а вот трансжиры, это настоящая бомба замедленного действия. Трансжиры чрезвычайно токсичны и обладают свойством накапливаться в организме, вызывая целый ряд опасных недугов. Стресс, атеросклероз, болезни сердца, рак, ожирение, больные дети, ослабление иммунитета, низкая потенция и т.д. Трансжиры блокируют действия пищеварительных ферментов, со всеми вытекающими отсюда последствиями, главное из которых состоит в том, что пища не переваривается, а гниет там, внутри, хотя мы этого не видим. Трансжиры, попадая в клетки организма, оседают в них надолго и перекрывают мембраны, в результате чего клетки не получают полноценного питания и накапливают токсины. Трансжиры выводятся из организма только спустя два года после полного отказа от потребления содержащей их пищи. Трансжиры появились сравнительно недавно, в результате технического прогресса, вызванного голодом в годы войны, поэтому организм не знает, что с ними делать, ни как переварить, ни как избавиться. Самый богатый источник трансжиров, жареный фастфуд, пирожные, печенья, маргарин, изобретенный в голодные военные годы, это продукт, который не едят даже крысы и тараканы, по своим свойствам он недалек от хозяйственного мыла, и даже не портится, подобно моющим средствам. И вот этот химический суррогат, не знаешь как его обозвать, входит почти во все кондитерские изделия. Производят его следующим образом. То самое рафинированное масло, полученное химическим путем, нагревают и гидрогенизируют, пропуская через него водород. В результате получается смесь неизвестных природе трансизомеров, имеющие консистенцию мягкого пластилина, отвратительный запах и цвет. Для того чтобы придать этому продукту товарные качества, туда добавляют еще кучу всевозможной химии. Так что если вам жить пока не надоело, кондитерские изделия лучше готовьте сами, используя качественное сливочное масло, майонез, а также томатный соус тоже можно сделать вручную, из натуральных ингредиентов. Пятый, наиболее распространенный, источник мусора, всевозможные разновидности фастфуда. Это синтетические продукты, которые можно употреблять сразу или по принципу раз, и готово. Сюда входят сухие блюда типа просто добавь воды, супы, бульоны, все виды искусственных хлопьев и завтраков, консервы, шоколадные батончики, чипсы, различные хрустящие лакомства, ну и конечно газированные напитки, которыми можно чистить унитазы от накипи. Однажды в США проводился такой смешной эксперимент. Одну группу крыс кормили хлопьями, а вторую картонными коробками от этих хлопьев. Так вот, первая группа отправилась на тот свет уже через две недели. Однако вторая прожила таки дольше. Еще неизвестно, насколько сократится жизнь поедателей синтетической пищи, ведь фастфуд вошел в повседневное и широкое потребление совсем недавно, всего пару десятилетий назад. Но за это время Америка, например, где наиболее распространен фастфуд, из бегающей нации, помешанной на натуральных продуктах, превратилась в нацию, страдающую непомерным ожирением. И этому страшному феномену не придает особого значения. Просто нация спит. Сердобольные мамаши думают. Если ребенок полненький, значит все в порядке, кушает хорошо. Проснитесь, сновидящие. Вас откармливают на убой, буквально как скот. Ведь ожирение — это признак недостатка, а вырождение нации. И полнота — признак не здоровья, а патологии. Помните сказку про Синдбада-морехода? Однажды путешественники прибыли в страну, где местные жители их встретили очень радушно и принялись кормить вкусной едой. Путешественники ели эту пищу в течение многих дней, и постепенно их тела превратились в толстые туши, а сознание помутнело. Они перестали объективно оценивать реальность. Это фантастика. Ничуть не бывало. К сожалению, замутнение нашей осознанности и управление нашим сознанием производится очень легко и просто через воду, пищу и воздух. То, что в человека входит непосредственно, то и является тем самым крючком, за который его потом можно повесить куда угодно, как тряпичную куклу. И одновременно такой способ управления оказывается настолько естественным и завуалированным, что кукла ничего не замечает и думает, будто все идет нормально, как надо. Реликтовое знание В древние времена, когда природа была еще чистой и первозданной, пища, вода и воздух не имели критического значения. Сейчас, имеют. Когда-то и сверхспособности имелись у людей изначально, но почему их теперь надо вырабатывать через какое-то насилие над собой? Все произойдет легко и органично, если вернуться к своему изначально чистому состоянию, которое было в младенчестве. Тогда имелась сила души, но не было разума. Сейчас есть разум, но утрачена сила души. Настало время обрести единство. Не выработать его, как приобретенную способность, а вернуть, как законную, но утраченную. Очистить тело, очистить сознание, сбросить оцепенение, проснуться, вспомнить. Это и есть естественный путь, о котором говорит древнее знание, такое вот простое и незамысловатое. Вы являетесь тем, что едите, написано в древнеиндийских текстах. Но как это понимать? Я морковка или сосиска? Или нет, я сладкое пирожное? Конечно, смысл не в этом. Человек, по отношению к божественной силе, подобен колокольчику. Если он засоряет свой организм неестественной, ненатуральной пищей, то обрастает мхом и перестает звенеть чисто. Божественное не реагирует на глухой звон. Но если тело и сознание человека чисты, он звучит как хрустальный камертон, резонируя с вибрациями силы. А потому и сила ему подвластна. Прежде чем очищать сознание, необходимо начать с тела. Если человек этого не разумеет, то я бы сказал, что он напоминает уже не замшелый колокольчик, а скорее бараний рог, в который сколько ни труби, толку не будет. Почитайте апокрифические евангелия, там есть все. И питание живой пищей, и очищение организма, и антипаразитарная программа. Например, сейчас уже широко известна евангелия от есеев, написанная на древнеарамейском языке, которая долгое время хранилась в секретных архивах Ватикана, и впервые было переведено Эдмондом Шекеле, Шикле. Вот несколько отрывков из него. Не варите на огне, не смешивайте вещи друг с другом, чтобы кишечник ваш не уподобился болоту со зловонными парами. Ибо истинно говорю вам, это отвратительно в глазах господа. Если вы будете смешивать в вашем теле все виды пищи, покой тела прекратится, и бесконечная война разразится в вашем теле. И многие больные и нечистые последовали словам Иисуса, и устремились на берег реки. Они сбросили свою обувь и одежду, они приняли пост. И они отдали тело своей ангелам воздуха, воды и солнечного света. И ангелы матери земной заключили их в свои объятия, завладев их телами как внутри, так и снаружи. И все они увидели, как все зло, все грехи и вся нечистота поспешно покидают их. И когда они приняли крещение, ангел воды вошел в их тела, и стекло из них все отвратительное, вся нечистота их прошлых грехов, и как горный водопад исторгся из их тел поток твердой и мягкой мерзости. И земля, где воды их истекали, была так загрязнена, и так ужасающе было зловоние, что никто не мог более оставаться там. И дьяволы, покинули их тела в виде многочисленных червей, корчащихся от бессильного гнева, после того как ангел воды изгнал их из внутренностей сынов человеческих. И затем снизошла на них сила ангела солнечного света, и сгинули черви в своей отчаянной агонии, спаленные ангелом солнечного света. И все дрожали от ужаса, глядя на всю эту мерзость сатаны, от которой ангелы избавили их. И не думайте, что достаточно, чтобы ангел воды заключил вас в объятия лишь снаружи. Истинно говорю вам, нечистота внутри намного превосходит ту, что снаружи. И тот, кто очищает себя снаружи, но внутри остается нечистым, подобен гробнице ярко выкрашенной снаружи, но внутри полной всякого рода ужасной грязи и мерзости. И потому истинно говорю вам, дозвольте ангелу воды дать вам также крещение внутри, чтобы могли вы освободиться от всех ваших прошлых грехов, и чтобы внутри вы стали чисты, как речная пена, играющая в лучах солнца. Итак, найдите большую тыкву, стебель которой равен по длине росту человека. Выньте все, что у нее внутри, чтобы стала она полой, и наполните ее водой из реки, которую нагрело солнце. Повесьте ее на ветвь дерева и станьте на колени перед ангелом воды, и дозвольте войти стеблю тыквы в ваш задний проход, чтобы вода могла проникнуть в ваш кишечник. И оставайтесь за тем коленями на земле перед ангелом воды и молитесь живому Богу, чтобы простил он вам все ваши прошлые грехи, и молитесь ангелу воды, чтобы освободил он ваше тело от всего нечистого и болезненного. Затем дозвольте воде выйти из вашего тела, чтобы могла она унести с собой все нечистое и зловонное, что принадлежит сатане. И вы увидите своими глазами и почуете собственным носом всю нечистоту и мерзость, осквернявшую храм вашего тела, и все грехи, обитавшие в вашем теле, причинявшие вам всевозможные страдания. Истинно говорю вам, крещение водой избавляет вас от всего этого. Повторяйте свое крещение водой каждый день своего поста до тех пор, пока вы не увидите, что вода, вытекающая из вас, не стала чистой, подобно пене речной. Затем доставьте ваше тело к реке, и там в объятиях ангела воды воздайте благодарение Богу живому за то, что освободил он вас от грехов ваших. И это священное крещение ангелом воды знаменует собой рождение в новую жизнь. Ибо глаза ваши будут впредь видеть, а уши ваши слышать. Ибо истинно говорю вам, кто убивает, убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей, ест тело смерти. Ибо в крови его каждая капля их крови превращается в яд, в его дыхание их дыхание превращается в зловоние, в его плоти их плоть, в гнойные раны, в его костях их кости вызвесть, в его внутренностях их внутренности в гнилье, в его глазах их глаза, в пелену, в его ушах уши их, в серную пробку. И смерть их станет его смертью. Не убивайте и не питайтесь плотью невинной жертвы своей, чтобы не стать вам рабами сатаны. Ибо это путь страданий, и ведет он к смерти. Но исполняйте волю Бога, чтобы ангелы его могли служить вам на пути жизни. Итак, повинуйтесь славам Бога. Взгляните, я дал вам все травы, несущие зерно, которые по всей земле, и все деревья, несущие плоды, дабы принимали вы в пищу. И каждому зверю земному и каждой птице парящей всему, что ползет по земле и в чем есть дыхание жизни, дал я все травы зеленые в пищу. Также и молоко всех существ, движущихся и живущих на земле, должно быть пищей вашей. Так же, как дал я им травы зеленые, даю я вам их молоко. Но плоть и кровь вы не должны есть. Не убивайте ни людей, ни зверей, ни то, что станет пищей вашей. Ибо если вы принимаете живую пищу, она наполняет вас жизнью, но если вы убиваете свою пищу, мертвая пища убьет также и вас. Ибо жизнь происходит только от жизни, а от смерти всегда происходит смерть. Ибо все, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела. А все, что убивает ваши тела, убивает также и ваши души. И тела ваши становятся тем, что есть пища ваша, равно как дух ваш становится тем, что есть мысли ваши. Потому не принимайте в пищу ничего, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища также сожжет, разложит или обморозит ваше тело. Не уподобляйтесь глупому землепашцу, который засеял свою землю проваренными, замороженными и сгнившими семенами. И когда пришла осень, ничего не уродилось на полях его. Огромно было его горе. Но будьте подобны землепашцу, который засеял свое поле живыми семенами, и поле его уродило живые колосья пшеницы, и в сотню раз больше, чем он посадил. Ибо, истинно говорю вам, живите лишь огнем жизни и не готовьте пищу свою с помощью огня смерти, который убивает вашу пищу, ваши тела и также ваши души. Как же нам готовить хлеб наш без огня, учитель? Спросили некоторые с великим изумлением. Пусть ангелы Бога готовят ваш хлеб. Увлажните свою пшеницу, чтобы ангел воды мог войти в него. Затем подставьте ее воздуху, чтобы ангел воздуха мог также обнять ее. И оставьте ее с утра до вечера под солнцем, чтобы ангел солнечного света мог сойти на нее. И после благословения трех ангелов, вскоре в вашей пшенице проклюнутся ростки жизни. Растолките затем ваше зерно и сделайте тонкие лепешки, какие изготавливали ваши прадеды при бегстве из Египта, обители рабства. Затем снова положите их под лучи солнца, как только оно появится, и когда оно поднимется до самого зенита, переверните их на другую сторону, чтобы и здесь ангел солнечного света мог обнять их. И оставьте их так до тех пор, пока солнце не сядет. Ибо ангелы воды, воздуха и солнечного света вскормили и взрастили пшеницу на полях, и они же должны приготовить и ваш хлеб. И то же солнце, которое посредством огня жизни позволило пшенице вырасти и созреть, должно испечь ваш хлеб в том же самом огне. Ибо огонь солнца дает жизнь пшенице, хлебу и телу. Огонь же смерти губит пшеницу, хлеб и тело. А живые ангелы Бога Живого служат только живым людям. Ибо Бог является Богом Живых, а не Богом Мертвых. Божественный Дар Очевидно, знание о живой пище пришло к нам из древних времен, и причем от самых высших инстанций. Это поистине реликтовое знание, которое, что удивительно, было так беспечно и бездарно растеряно. И теперь его приходится собирать по крупицам, потому что опыт живого питания практически отсутствует. Итак, что нам дает это знание? Питаясь натуральной пищей, вы постепенно переходите в диапазон высших вибраций. Обретаете уверенность, внутренний стержень, свободу. Ваше сознание, в отличие от спутников Синдбада, а также всех остальных членов общества потребления, реально проясняется. Тараканы из головы убегают. Вы начинаете видеть реальность такой, как она есть. Вам раскрывается суть вещей. Все для вас становится прозрачно и понятно, будто пелена спадает. Вы ясно мыслите и ясно излагаете. В отношении энергии чувствуется легкость, сила, высокая алертность. Это как минимум. Когда вы начнете питаться преимущественно натуральной живой пищи и исключите из рациона любые стимуляторы и релаксанты, включая чай и кофе, перемены которые будут вам видны в зеркало, наступят достаточно быстро. Особенно ощутимо это отразится на ваших глазах. Взгляд станет ясным, лучистым, юным как у ребенка, а это между прочим, производит гораздо более сильное впечатление, чем даже отсутствие морщин. Почему так происходит? Вы, наверное, замечали, что у пьющего человека глаза мутные. Это свидетельствует о том, что организм предельно загружен, а энергетика сильно ослаблена, и выход энергии через глаза практически закрыт. Энергетику такого человека можно сравнить с дырявым ведром. В биополе образуется дырка, через которую идет сильный отток энергии, потому и принимать очередную дозу как своего рода подпитку, приходится постоянно. Это последняя стадия, если не брать во внимание сильные наркотики, конечно. У тех, кто пьет в меру, ситуация получше, но во многом сходная. Глаза тоже не вполне чистые. У тех, кто вообще не пьет, но поедает мертвую пищу и балуется социальными наркотиками типа сигарет, кофе или чая, глаза также затянуты пеленой. Все это разные стадии и разные дозы, однако суть везде одна и та же засорение организма и блокировка энергетических потоков. Что происходит, когда прием стимуляторов, релаксантов и мертвой пищи прекращается? Организм не сразу, но очищается, дырка в ведре латается, энергия восстанавливается и уже течет свободным мощным потоком, в том числе через глаза. Оттого они и начинают буквально сиять внутренним светом. Вот это действительно производит впечатление. Омоложению также способствует тот факт, что живая пища ощелачивает организм. Дело в том, что все внутренние среды должны быть щелочными, иначе организм выходит из строя и останавливается, как двигатель на грязном бензине. pH крови здорового человека равен 7,43. Если этот показатель опускается до 7,1, человек умирает. Видите, всего лишь десятые доли отделяют нас от смерти. Люди, объевшись и обпившись мертвые синтетики, не подозревают о том, что подводят себя к роковой границе. Их организм уже не выдерживает такого натиска, его резервы кончаются, и он сдается. Врачи скорой помощи делают таким больным инъекции элементарной питьевой соды, чтобы расщелочить кислую и вязкую кровь, которая уже еле течет по сосудам, чтобы больной не скончался по дороге в реанимацию. Но это еще не все. Оказывается, в щелочной среде не могут жить паразиты, для их существования пригодно лишь гнилостное и кислое. К сожалению, от чужих невозможно избавиться разовыми антипаразитарными чистками. Организм заражается их личинками каждый день. К сведению, яйца глистов, например, могут находиться на любых предметах обихода, на деньгах, телефонных трубках, перилах общественного транспорта, в воздухе, везде. Мало того, что такое сожительство отвратительно само по себе, паразиты, они действительно чужие в нашем мире. Если сравнивать упрощенно энергетику своих и чужих, получается следующая картина. У самостоятельных организмов энергетические вихри закручены по часовой стрелке, а у паразитов против часовой. Эти непрошенные гости, не выказывая явно своего присутствия, ведут целенаправленную подрывную деятельность. 90% всех болезней прямо или косвенно возникают вследствие наличия паразитов. Достоверно известно, что у 100% сыроедов паразиты отсутствуют. Вот уж действительно.